на ремонте вот такой планшет matrix 818 3g с диагнозом нужно поменять батарею плохо держит батарею и не включается уже пришел он в разобранном виде сказали что не включается из-за того что шлейф кнопки включения разорван то есть необходимо отремонтировать шлейф кнопки включения нужно подобрать соответствующую батарею сюда и поставить новую батарею ну начнем с того что померяем а если у нас вообще что с самой батареи померяем напряжение батареи сейчас 369 поставлю на зарядку посмотрю заряжается или нет ну и нужно посмотреть что с разъемом клиент сказал что в принципе видно что порван шлейф хотя я такой видимости особенной не вижу почему тут кому тут видно мне ничего не видно сейчас нужно будет подпаять шлейф проверю есть ли связь и здесь нужно подпаяться сейчас разберусь и потом пробок продолжу видео до того чтобы продолжить я сделал увеличение вот такое ну и смотрите какая ситуация потерял фокус вот значит разорвано вот здесь две дорожки здесь разорвано две дорожки вот первая и вторая третья значит первое вот здесь вот видно что она вот здесь вот она подсоединяется вторая подсоединяется здесь нету связи ни с первой ни со второй а третья если посмотреть то она там дальше по цене идет на вот сюда то она звонится что нужно сделать соответственно соответственно сейчас зачистим немножко вот здесь один и второй проводник зачистим и поставим олаточку маленькую маленькую проволоку с шлейфа я завожу подпаяю и с какого-нибудь шлейфа оторву проводочек проводничок для того чтобы его туда подпаять но сначала нужно зачистить то меди зачищаем и так что же делать нужно взять обыкновенную лезвие обыкновенное лезвие от строительного ножа и шаг за шагом потихонечку придерживаем рукой и потихонечку снимать и не держать неудобно и чухаем потихонечку пока не расчухаем до металла до меди я решил это сделать с тремя проводниками потому что надрыв дошел уже и до третьего и немножко его достал как видим вот выглядывает медь вот 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 теперь я их заложу эти части между ними кину маленький проводочек ну что же после зачистки получилось подпаяться 2 2 тонких проводочка и подпаял 3 просто облудил ну и на место подпаял сюда это легко просто подставляем и отдельно каждый проводник хотя с первого раза не получилось потому что проводки достаточно жестковатый и то одна сторона припаивается то вторая но в конечном итоге припаялась но потом еще оказалось что он неровно должен стоять согнут подогнул и в общем то сейчас уже все действует планшет включается выключается ну и вторая часть это подобрать батарею батарея подбирается просто по размерам я подберу я попробую найти немножко большего размера потому что здесь есть запас куда еще влево вправо попытаюсь найти где-то 115 миллиметров на 95 миллиметров толщина его 4 миллиметра ну вот закажу придет батарея и покажу чем все закончилось ну что же приехал аккумулятор написано 3200 миллиампер не знаю по размеру было сказано что именно к этой модели но немножко меньше даже по размеру что нужно сделать выпаиваем старый заложиваем контакты на я уже зарядил был 37 вольт я зарядил полностью чтобы потом не мучиться зарядил вот таким устройством так называемой жабкой просто подключил в розетку и он зарядился ну и теперь подпаяю сюда и будем пробовать что получилось напомню что я делал шлейф работал и теперь нужно для того чтобы подпаять старый аккумулятор подпаять старый мы смотрим что мы можем сделать паяльник уже нагрелся но паяльник достаточно маломощный наверное придется включать более мощный паяльник попробую разогреть провода на старом более мощные на оригинальном аккумуляторе поэтому даже не знаю на нем написано он сдулся на нем написано 3000 миллиампер так на новом написано 3200 но провода не такие мощные уж совсем не такие мощные надо хорошо их причем проводники такие слабые сейчас зачищу контакты пытался я это сделать правильным способом но он срезает часть проводников попробую сейчас просто так вот сковыривать зачищаю и подпаиваюсь заложу контакты и подпаяюсь собственно и потом начинаем пробовать подпаиваю теперь уже новый аккумулятор как я и говорил у него провода намного слабее хотя по маркировки он даже мощнее все таки дешевой китай рулит в природе для него есть так называемый усиленный 4000 миллиампер но в наличии не оказалось был заказан 3200 но он вышел из строя отсюда можно снять вот двухсторонний скотч для того чтобы если получится он такой еще липкий все теперь что необходимо попробовать его включить вот так включается работает как новый на этом собственно ремонт сейчас я еще приклею на двухсторонний скотч батарею хотя сюда можно было и бог побольше поставить и все ремонт был произведен напомню что нужно было не включался из-за шлейфа и вздулся вздулась батарея держал несколько минут и выключался подписывайтесь на канал и сможете увидеть как с помощью инструмента можно ремонтировать различную бытовую технику или электронику